Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам, сразу причем нескольким, Ивану Колбахкову, Михаилу Зыгарю, Владимиру Соловьеву. Он говорил по-русски. Только Владимиру Соловьеву не Соловьеву. Да, 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 совершенно верно. Это вы знаете, Анастасия, извините, что перебью. Есть замечательный совершенно журналист, которого зовут Дмитрий Быков. Но это не Дмитрий Львович Быков. И поскольку мы когда-то вместе работали в журнале FHM, мы стали Быков писать с твердым знаком на конце. Мое сочувствие всем Владимиром Соловьевым. Мое сочувствие всем мальчикам по имени Адольф. Мое сочувствие, видимо, будет всем мальчикам по имени Владимир, за исключением Зеленский, хотя я ему тем более сочувствую. Но вот это не тот Владимир Соловьев, если кто-то что-то пропустил. И, кстати, чтобы дважды не вставать, меня очень порадовало, что интервью брал в том числе представитель «Коммерсанта», газета, который даже не является иноагентом, что по нынешним временам полнейший позор. Да, на самом деле набор такой очень большой. И он говорил, я опять же скажу, он говорил по-русски, он опять выражал слова благодарности тем, кто высказался против военных действий. Очень сложно представить, чтобы наш президент сделал что-то подобное даже для российских СМИ. Я уж не говорю о том, что, допустим, для украинских журналистов интервью. Вот как вы воспринимаете этот жест Владимира Зеленского? Как прием или это определенная позиция все же политическая и человеческая? Анастасия, простите, пожалуйста. У меня, конечно, слово «наш президент» очень режет, потому что для меня вообще национальный. Идентификатор, он довольно странный. Это как все равно, что меня спросили бы, ты блондин? Нет. Ты брюнет? Нет. Ты правша? Да. Ты гетеросексуал? Нет. Ну, вот это бред, потому что это набор вопросов. Это голубоглазый, у меня глаза меняют свой цвет. То серые, то голубые. Это набор бессмысленных совершенно вопросов. Поэтому, конечно, для меня Путин наш президент. Я себя не идентифицирую по России. Но это, извините, это мое личное... Президент, давайте придержимся шаблона президент Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Зеленский вообще... Я просмотрел, я не слушал. Я прочитал расшифровка на «Медузе», если кого-то интересует текстовое. Я увидел смертельно уставшего человека, который, видимо, спит там урывками, часов по четыре, по пять. Я увидел искреннего человека, потому что проверка, и на искренность был вопрос, изменилось ли отношение к русским. И Зеленский не смог скрыть того, что отношение к русским изменилось. И я должен сказать, что ничто в меня не заставит сказать «бу». Я категорически не согласен с Чулпан-Хаматовой, допустим, когда она говорит, ну что же там, страдают невинные люди. Все, кто имеет отношение к России, они винны, к сожалению, к величайшему. Я увидел, повторяю, очень искренне, очень открытого и смертельно уставшего человека, который говорит то, что думает. Вот понимаете, какая штука. Зеленский и Украина, при всем моем остороженном к нынешнему, то есть к довоенному украинскому состоянию отношения, это люди Европы. А Европе это абсолютно нормально встречаться с политиками. Например, Ангелу Меркель я видел прошлым летом в Байройте, метрах, наверное, там в семи от себя. Эта женщина, как довольно мудро было написано в романе, он снова здесь, значит, эта женщина, эта нелепая женщина с обаянием плакучей Ивы, стояла в семи метрах от меня, никакой охраны я не видела. В принципе, я, наверное, мог бы ей задать, сказать, что И дальше задать ей вопрос, я думаю, она бы ответила. На Западе нет стены между политиками и народом. Собственно говоря, в России народ есть произвольная от политика и политики, а на Западе все наоборот. И здесь государственный переворот на Западе происходит там в какой стране раз в шесть лет, какой раз в четыре года и так далее, и так далее. Вот у нас была там матушка Меркель, Мутти Меркель, а сейчас у нас онкель, дядюшка Шольц, которого тут выпустил Шпигель, по-моему, на обложке в военном малиновом берете, кто там в малиновом берете, это Олаф Шольц, и с заголовком что-то типа военной поневоле, или там военнообязанной поневоле. И вдруг случилось чудо. Те люди, которые считали, что без Меркель Германия не может существовать, мне стыдно, но я к ним тоже относился. И вдруг выяснилось, что Шольц ничуть не менее крут, чем Меркель. И между Шольцем и людьми нет никакой совершенно дистанции. И с Маркусом Зёдером, премьер-министром Баварии, я просто сидел как-то раз в пивной, там чуть не за соседним столом, потому что они там съезд свой проводили, и не съезд, а избирательную кампанию. Это нормально, когда Байден садится с польскими военными и ест пиццу руками. Это абсолютно нормально. И абсолютно ненормально, когда непонимающий вообще ни черта в мировом устройстве дедулька сидит там в 15 метрах за длинным столом даже от начальника своего генерального штаба и министра обороны. Это нормально такое общение.